Доброе утро, друзья! 15 сентября на календаре, вторник. Сегодня в нашей стране стартует всероссийский праздник, посвященный лесу. Три дня, с 15 по 17 сентября, во многих городах школьники и взрослые будут сажать деревья. Если давно хотели вырастить собственную липу или березку, самое время присоединиться к масштабной экологической акции. А пока вы думаете, где взять саженцы, я расскажу вам, что мы для вас приготовили. Сегодня мы поучимся ориентироваться в лесу по карте вместе с неунывающим 2-м В лицея 230. Гоша, Гоша, Гоша! Отметим юбилей бабушки английского детектива Агаты Кристи. Профессия наложила отпечаток на ее творчество. 83 преступления в книгах Агаты Кристи связаны с отравлением. Станем свидетелями настоящего землетрясения вместе с героями бредовостей. Сначала Йока сердилась на непослушную озорницу. Теперь же выкладывает получившиеся снимки в сеть и хохочет над ними вместе с подписчиками. Послушаем воспоминания участника Великой Отечественной войны. Бомбили, эта колонна там шла, а на земле тут так тебя кидат. Бомбу бросают, бомбят. Понаблюдаем за акробатом на горке. И попытаемся ответить на вопрос словаря. Слушайте внимательно. Что такое бабуши? Да, вот кто такие бабушки, знают все. А про бабуши мы вам в конце программы расскажем. Сейчас у нас совсем другие планы. Мы в лес, за настроением собираемся. Вы с нами? Осень, тепло, дожди. А не пора ли нам за грибами, друзья? Всем приятной тихой охоты. Скажите, ну вот какой здравомыслящий человек отправит своего ребенка одного в лес? Искать какие-то непонятные контрольные пункты? Я вам отвечу. Нормальный здравомыслящий человек. Если заранее карту нарисовать, взрослых по крайним точкам поставить, чтобы дети далеко не убежали и не заблудились, да еще и соревнования по спортивному ориентированию организовать, все останутся довольны. Мальчишки и девчонки носятся по лесным тропам с огромным удовольствием. Сама видела. И вам сейчас покажу. Дружный второй Вэйлицея 230 решился на отчаянный шаг. Побродить по лесам зареченским, поискать призмы оранжевые. В общем, захотели они соревнования по спортивному ориентированию провести. Для подавляющего большинства первые в жизни, между прочим. А ветераны спорта только за. Карту нарисовали, контрольные пункты расставили. Осталось только участникам все объяснить. Взяли карты, да? Да. Вот и давайте карту ориентировать по северу. Сейчас солнце примерно на юге. Видите голубая стрелка? Да. Это север. Вот это дорога. Это улица светлая. Это 30-летие победы. Запомнили, да? Внизу, внизу карты. Это пруд голубой. Видно, да? Вот смотрите, теперь пружочки вдоль просеки стоят дороги. Крючка черная с точечкой. Это банали. Да, это вот столбы. Докровные столбы. Вы будете с первого на второй контрольный пункт пересекать овраг. Но туда лучше не бегать, в овраг. Да? Лучше обезжать либо справа, либо слева. Ох, и непростая эта задачка. Разобраться во всех этих точечках, кружочках и прочих условных обозначениях. Пришлось еще и родителей подключать. Вот он, первый контрольный пункт. От него движется, обратно возвращается. Так, 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 так. Вот сюда вы бегаете, вот сюда. Потом третья точка. Вот она, вот на середину леса. А потом сюда, и лучше обратно. Вроде бы все понятно. А на деле? По порядку номеров построились. С промежутком в 30 секунд стартанули. Так, первый. Просто я не видел. Пошел. Все, иди. Так, а в какой? Мама, я нормально. Так, а карте ориентируется. Второй готовится. Я не видел. Я чувствую, что они сейчас там все летят. Я знаю. Все. Пошел. Вот второй. А в лесу почему-то все в одной кучке оказались. Так коллективным разумом и сообразили, где же прячется первый контрольный пункт. Оранжевые море, оранжевые зелень, оранжевый песню. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжевым пою. Оранжевые мамы, оранжевые пеканы, оранжевые песни Оранжевые песни Побежали быстрее Давай быстрее Карточку держите и не потеряйте Иванюша, вот Карандашиком с отчетками первыми Оп-оп-оп, идем, вот левей сюда Давай-давай-давай И пошел Соня, идем Дальше куда бежать? Смотри по карте Давай-давай И Мы за вторым идем За вторым? А это третья А я третья А вот Просто я карту там потеряла Все Ура! Гоша, Гоша, Гоша Четвертый уже есть Зря родители переживали Дети оказались взрослее и самостоятельнее, чем о них думали Все пункты нашли и благополучно вышли к финишу Ну в начале было такое ощущение, что я потеряла и все Потом уже не было такого ощущения Все нашла? Да Ну у меня в конце еще бока немного начали болеть, потому что там надо было быстро бегать Устал? Трудно было? А еще побежишь? Не надо А в другой раз? Да А дальше самый приятный момент Награждение Победители определили и среди мальчиков, и среди девочек Все призеры получили дипломы и сладости И остальные не в обиде Большой стол с угощениями ждал всех участников Но за ним ребята не засиделись Перекусили и любимым делом занялись Шалаш начали строить Поделись, как это умудрилась первая прибежать Просто бежала, да? Да, просто бежала Трудно было? Поехали Какой пункт долго искала? Я все искала быстро Я потом еще мальчишкам помогала искать Что самое главное в спортивном ориентировании? Дринет Бегать быстро Потому что не знаю Быстро бегать А думать? И думать А мы то думали, они устали Как бы не так Что там тоненькие веточки Целое бревно в шалаш притащили И на место определили Под чутким руководством звонкого прораба И паб к строительству подключили Так что получилось даже не одна, а целых две хижины И в вышибалы наигрались И по домам совсем расходиться не хотели Значит, не в последний раз в лес выбрались И эти ребята теперь опытные ориентировщики Так что впереди у второго В еще много веселых стартов И целый город замысловатых построек Напоминаю вам, друзья, на календаре 15 сентября На Руси в этот день славили Вещего Олега Того самого, что принял смерть от коня своего А в Англии другое важное событие 130 лет со дня рождения Агаты Кристи Думаю, вам не нужно объяснять, кто это Даже если ни один ее детектив не прочитали То уж фильмы, поставленные по ее романам, точно видели Пора узнать, как хрупкая девушка стала придумывать истории о коварных преступлениях Здравствуйте! 15 сентября 1790 года родилась Агата Кристи Автор детективов, которыми вот уже много лет Зачитывается целое поколение любителей этого жанра Агата была на редкость спокойным ребенком Любила играть одна в саду и часто разговаривала с деревьями, кустами или животными Рассказывала им выдуманные истории Девочка сама в 5 лет научилась читать И проводила за книгами все свободное время В 18 лет она написала свои первые короткие рассказы А в 24 года, когда началась Первая мировая война Девушка пошла работать в госпиталь, ухаживать за раненными После войны решила стать фармацевтом Профессия наложила отпечаток на ее творчество 83 преступления в книгах Агата Кристи связаны с отравлением Кстати, фамилию, с которой писательница стала знаменитой Она получила от своего мужа Арчибальда Кристи Они поженились в 1912 году В 1919 у них родилась дочь А в 1920 году был опубликован первый роман Агаты Кристи Загадочное происшествие в Стелзе Но в 1926 году супруг увлекся другой женщиной И покинул свою семью Тогда произошло загадочное исчезновение Агаты Ее искали 11 дней И обнаружили в фешенебленном отеле под чужим именем До сих пор неизвестно, что это было Нервный срыв и потеря памяти Или специально спланированный сценарий Чтобы проучить мужа В любом случае, в 1928 году супруги разошлись А в 1930-м 40-летняя писательница Познакомилась с археологом Максом Малоуном Который был на 15 лет ее младше Разница в возрасте не помешала их любви Вскоре они поженились И этот брак стал для Агаты счастливым Возможно, благодаря ее мудрости Как писательница она уже имела огромный успех Но никогда не акцентировала на нем внимание Гораздо важнее для нее были достижения мужа Да и не считала себя Кристи великой писательницей Для нее это было лишь хобби Ей нравилось запоминать черты характера Повадки, манеру говорить окружающих ее людей И потом наделять ими героев своих книг Например, любимицу читателя Мисс Марпл Она списала со своей бабушкой Маргарет А помните всем известный факт, что самое страшное преступление Она придумывала за мытьем посуды Видимо, ей не очень нравился этот процесс Шутки шутками, но Агата Кристи написала Более 60 детективов 6 психологических романов 16 пьес и 19 сборников рассказов А свою автобиографию Которую писательница закончила в 1965 году Она закончила словами Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь И за всю ту любовь, которая была мне дарована Сегодня в нашем городе ожидается переменная облачность Возможен дождь Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду Порывы до 13 Температура воздуха днем Плюс 15, плюс 17 Ночью 8-10 градусов тепла Только с 11 по 27 сентября В дни рождения Лале Антилоп Шубы, куртки и дубленки по себестоимости Лале Антилоп Лови момент выгодных предложений в караване Колбаса Докторская Прайм Хуторок 139,90 Грудка Куриное Охлажденное Куриное Царство 159,90 Шоколад Аленка 34,90 Цена указана в рублях, количество товара по акции ограничено Медицинский центр Губернский Доктор Предлагает своим пациентам лечение и диагностику всех систем и органов В клинике Губернский Доктор проводится не только амбулаторный консультативный прием врача-хирурга Но и выполняется ряд операций Удаление атером, липом, пигментных невусов, вросшего ногти Гордостью операционной является электрохирургический комплекс «Эллипс» для удаления папиллом, бородавок Губернский Доктор с заботой о вашем здоровье Квартира комфорт-класса от надежного застройщика Цена за квадратный метр от 38 тысяч рублей Звони! Подробности по телефону 231-001 Квартира Некроссатома, амнистория отрасли и секреты закулисья Технологию онлайн-приемки выпускаемых изделий внедряют на Петрозаводск, Маша Итоги конкурса авторского видео «Атом рядом» Смотрите в среду в 20.00 В интернете появилась информация о том, что на второй от Солнца планете, Венере, астрономы обнаружили вещество фосфин А это, если верить ученым, указывает на то, что там существуют живые организмы Правда, пока официально эту информацию никто не подтвердил Так что подождем публичных заявлений или публикаций в уважаемых изданиях А пока Бредовости посмотрим Доброе утро! В эфире Бредовости И сегодня вы узнаете, кто портит все групповые фото Кому нужна маленькая лесенка в дом И что важнее землетрясения А теперь обо всем по порядку Представьте, что вы хотите сфотографировать сразу четырех собак Их нужно уговорить сидеть смирно и дружно смотреть в камеру, чтобы снимок получился идеальным Женщине по имени Йоко это почти удается Да вот беда Трипса во всем ее слушаются А вот дамочка Хина каждый раз норовит испортить кадр И это происходит с завидным постоянством Сначала Йока сердилась на непослушную озорницу Теперь же выкладывает получившиеся снимки в сеть и хохочет над ними вместе с подписчиками Так что Хина прославилась на весь мир благодаря своему необычному таланту Агата Мейчер из Шотландии очень любит животных Она не стала возражать, когда к ней в дом повадился ходить ежик Но однажды гостеприимная хозяйка заметила, что зверьку очень неудобно взбираться по ее высокой лестнице И тогда женщина соорудила для него специальные приставки из обломков кирпичей Теперь колючий посетитель навещает Агату с завидным постоянством Видимо, даму не смущает его громкий топот Или у нее очень крепкий сон Что бы вы сделали, если бы ваш дом стал ходить ходуном из-за землетрясения? Говорят, первыми в такой ситуации начинают паниковать животные Они раньше других чувствуют приближающуюся опасность и стараются от нее сбежать Но этому хаске, видимо, любые угрозы нипочем Для него гораздо важнее жевательная игрушка И никакие внешние обстоятельства не могут оторвать его от любимого занятия Может, на Филиппинах трясет постоянно и все к этому уже привыкли? Хозяин пса тоже ведь не бросился на утек? Или этих двоих объединяет одна общая черта Железобетонная выдержка У меня на этом все Следующую подборку ждите в среду А сейчас на очереди гороскоп Овен Кто-то, сам того не осознавая, усложняет вам жизнь Говорить ему об этом бесполезно Обидится и будет усложнять специально Лучше его чем-нибудь отвлечь Телец Вас может взыграть поборник справедливости Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими Кто-то и обидится может Близнецы Если повезет, у вас появится реальный шанс обогатиться Опытом ли, наличными ли, о том звезды умалчивают Рак Попытайтесь понять, что именно сегодня следует сделать В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет как дым, развеянный ветром Лев Не нагружайте себя чужими проблемами Сегодня вам хватит и своих Альтруизм можно проявить и попозже Дева Сегодня не стоит начинать ничего нового Пока можете довести до полного совершенства то, что сделали ранее Весы Сами вы ничего не будете делать Зато можете стать сильнейшим катализатором активной деятельности других Скорпион Часы повернут назад, позволив вам бросить тоскливый взгляд на собственные молодые годы Не забывайте только, что все в этом мире относительно, даже время Стрелец Работа в последнее время стала для вас каким-то наваждением Она никуда от вас не денется Успокойтесь Вам нужно отдохнуть и поспать Козерог Главное понять, что, собственно, вам нужно Потом уже будет значительно проще Сегодня вам представится некоторый шанс, который упускать не следует Водолей Если вы не в состоянии справиться со взятым на себя делом, вежливо извинитесь и верните его хозяину Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды Рыбы, кто-то попытается втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет Во время Великой Отечественной войны бойцы совершили немало удивительных подвигов Вот вам пример Иван Лысенко служил помощником командира взвода противотанковых ружей Однажды во время сражения за поселок в Сумской области Иван вступил в бой с 15 немецкими танками При этом у него были лишь противотанковое ружье и гранаты Но храбрец хорошо знал уязвимые места вражеской техники А после каждого выстрела менял свою позицию Герой в одиночку подбил 7 танков дивизии Великая Германия Остальные развернулись и уехали А Иван получил ранение в руку, но остался в живых За этот подвиг ему присвоили звание Героя Советского Союза В 50-е годы в Заречный приехало немало фронтовиков Они строили наш город, работали на заводе И очень редко делились своими воспоминаниями о грозных сороковых Поэтому каждый их рассказ мы бережно храним в архиве И делимся с вами собранными крупицами полученных сведений О начале войны 17-летний Михаил Бражников узнал, будучи студентом Школы фабрично-заводского обучения Через год после получения специальности водителя Его направили на фронт Юноша сопровождал танковые дивизии Перевозил горючее Участвовал в сражениях на Украине и в Германии И каждый раз отправляясь вместе с танкистами На поле боя на грузовике Не знал, вернется ли обратно Но тогда, говорит Михаил Константинович, об этом никто не думал Тут вроде бы ты внимания не обращаешь ничего Да, вроде бы как привычку вошло И внимания ничего не обращаешь Уже как будто так должно и быть Встаешь, тебе дают указания Едешь и все И под обстрел подашь И под бомбежку Вот бомбили, эта колонна там шла А на земле вот так тебя кидат Бомбу бросают, бомбят Ну, где-то впадают, где-то не впадают В одной из таких бомбежек Михаил Бражников выжил один Колонна автомобилей с топливом была направлена на помощь окруженным немцами-танкистам Все понимали, что едут на верную смерть Но оспорить приказ никто не смел На пути колонна попала под бомбы вражеских самолетов В части уже и не ждали, что кого-то увидят живым Михаил Константинович вернулся На месте подразделения, в котором он служил, расположилось другое И юный боец уже не верил, что встретится с кем-то из своих сослуживцев И вдруг майор Косых приезжает наш Из нашей части На Вильсе на Американском Приезжает Живой, брат Я говорю, живой Чуть Я говорю Горючее осталось Я говорю, только Три бочки За годы войны было много событий, страшных и незабываемых И в памяти только один день, когда все ликовали 9 мая 1945-го, день, когда объявили о победе Обнимались Целовались Было ужас это было Ну, никто не чувствовал Вроде никакого предчувствия не было Вдруг объявляет конец войны После войны Михаил Бражников так и не изменил выбранной специальности Проработал водителем всю жизнь Демобилизовавшись вернулся в Ульяновск Какое-то время жил там, а потом вслед за дочерью переехал в Пензенскую область У Михаила Константиновича большая семья Трое детей, четверо внуков и шесть правнуков И для них День Победы – особенный праздник Вместе участвуют в параде, а потом собираются за круглым столом Конечно, всегда вот рассказы отца о войне Для внуков это, конечно, очень так это Собственно, сейчас вот забывать все это нельзя И то, что есть вот как живой пример участника войны Это очень даже здорово В День Победы – встречи с родными, близкими С непременными рассказами и воспоминаниями о войне Все вместе плачут и смеются Но сколько в этом празднике радости и грусти По-настоящему знают только наши ветераны Елена Степкина, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный» Как убрать смолу с ткани? Народные умельцы рекомендуют либо поместить вещь на полтора часа в морозильную камеру И потом просто раскрошить застывшее пятно Либо через салфетку прогладить смолу утюгом А потом постирать обычным способом Мамы, берите на заметку Наверняка когда-нибудь пригодится А я передаю слово авторам канала «Бери и делай» У них для вас другие предложения, не менее интересные Продолжаемся Соловьи улетают, осыпаются розы Не влюбляйтесь зимою или осенью поздней Но если случится, огорчаться не надо Я для вас, так и вы, буду петь серенады Как случается, если влюбляются, слушают все золовья Юноши, девушки, бабушки, девушки, папы, мамы и я Что такое бабуши? Слово пришло в русский, либо из немецкого языка в 18 веке Заимствовавшего слово из французского языка Либо напрямую из французского Французы, в свою очередь, взяли его у арабов А те – у персов Сначала так называли кожаные туфли без задников Обычно из тисненного софьяна Это была национальная обувь Марокко В странах на северо-западе Африки В эпоху хиппи 60-х бабуши пришли в модный гардероб Сейчас это мягкая обувь без пятки и без каблука Своего рода домашние тапочки Из кожи, текстиля или соломки Не знаю, чем руководствовался герой Сегодняшнего ролика в рубрике «Вот это да» Наверное, ему скучно жить без лишних приключений на свою голову В любом случае повторять за ним не советую Опасно для жизни По-моему, наша жизнь и так полна сюрпризов, чтобы усложнять ее искусственно Друзья, берегите себя Пусть этот день служится для вас даже лучше, чем вы предполагали Всем удачи! Надеюсь, завтра увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!